Для тысяч магнитогорцев вопрос, где находится кафе Советский Союз, в принципе актуальный. Дело в том, что польский городок, похоже, знают не все. Ну да ладно, вы скажите таксисту, на польский городок едем и остановка напротив улицы Московская 5. Здесь химчистка была раньше, сейчас здесь супермаркет. И что такое кафе Советский Союз? Но это не кафе в привычном своем понятии, то есть выпивайка, наливайка, здесь культурно-массовая развлекайка. Ну то есть здесь дискотека, причем самый лучший диджей города, причем без лишней скромности вводят эту дискотеку. И когда работает это сию место, оптимальный вариант работы 6 часов вечера и до последнего клиента. При этом я вам честно скажу, это самое дешевое место в городе, где вы можете получить качественные продукты. Вот так вот это все выглядит для тех, кто еще здесь не был. Вот, кстати, для ребятишек здесь тоже все очень хорошо. И вот машинки не на прокат, а просто можно взять покататься. Их много тут, интересных вещей. Ну, конечно, все заточено тоже под одного интересного человека. И детишки, берите ручки и конспектируйте. Я как-то вам рассказывал о том, что пьет ваш папа, мама и все остальное. То есть все прозрачное и пенное, это просто кошмар. А теперь, если папа и мама не успеют посмотреть этот сюжет, то вы им объясните, что в промежутке между производителями этой вот гадости и вами потребителям есть еще и такие нехорошие товарищи поставщики. Сейчас объясню, как они работают. Ну, понятно, да? Пойло, которое содержит глицерин, которое перегрелись зачем-то, непонятно. Вот, потому что пиво там нагревается всего один раз в жизни. А потом уже дальше оно достаивается. Если его пастеризуют, то это все. Там и пива-то нет никакого. И в действительности это творитель какой-то. Ну, так вот, не в том, что дело. Даже если вам говорят, что что-то свежее, сейчас расскажу, как дело происходит. Вообще, в городе, ну, один-два больших поставщика, вот, которым, в принципе, абсолютно фиолетовым на потребителя. Им главное денежки заработать. Вот. А то, что свежее и приятное на вкус, оно должно храниться при температуре 7 градусов. Представляете, да? Какие холодильники должны быть? Вот. Естественно, ничего такого нету. Естественно, все это переквашивается, перебраживается. Вот. И ни о каком чистоте продукта речи нету. То есть вас заранее травят. Надо ли понимать, что стоит делать. А придя в кафе «Советский Союз», А, вот об этом чуть-чуть поподробнее и уже в интернете. Что здесь можно делать? Я вам еще сейчас расскажу кое-что, что вообще ни в коем случае делать нельзя. Дело в том, что, ладно, оптовики, это понятно. Козлы, твари и все остальные человеки нехорошие вместе взятые. Они не на вашем здоровье зарабатывают. Кафе «Советский Союз» на вашем здоровье не зарабатывают. Но вообще немножко по-другому все настроено. Мы поехали в Верхневральск. Посмотрели пивной завод. Кстати, можете посмотреть его вместе с нами. Блондер Бир вбиваете в Верхневральск. Без разницы, на меня опять же выходите и смотрите, где это пиво делается. И дальше я сказал так, что цепочка совсем уж нехорошая получается. Вот когда у меня авторик забрал краники с пеногасителями, я сказал, что, ребят, вот даже каждую новую бочку, даже каждое утро, после того, как я научился пиво хранить, а пиво в кафе «Советский Союз» мы храним только в холодильнике. То есть, был автомат, вечер заканчивался, пиво доставалось, убиралось в холодильник. А то, что вы пьете из вот этой херни всей, это, извините, охлажденное пиво. То есть, оно пока идет по трубочкам через вот этот холодильничек, оно охлаждается, естественно, оно у вас как на лошарике зарабатывает и все. И оно гасят там, рассказывают о том, что пиво должно быть газировано, да никогда в жизни оно не было газировано. Потому что в мое время началось с тех моментов, когда две тонны пива у магазина «Зеленого» улетали за час с небольшим. Очередь была. Какой-то пеногаситель стоял, все так вот разлеталось. Особенно в Верхневральской. Сегодня в Верхневральская вернулась. здесь есть уникальная возможность получить атмосферное пиво. То есть, я просто взял помпочку, да, ну, да, бочку 30-литровую в нашем кафе. Расходится очень быстро. Трое суток и все. Вот берем и вам можно так вот открываем кранчик. И подсоединяем давление. И усик залетает. А как он в меня сейчас залетит? Ой, это будет что-то с чем-то. Вот это баварское пивко. Есть пиво, которое 7-дневное. Это тоже такое же, но чуть-чуть побольше надо поставить. Но какое оно вкусное. Это мое любимое, кстати. Атмосферное пиво. Натуральной газификации. Где вы такое еще попробовали? Только в кафе Советский Союз. И какая здесь водичка. Представляете, вот это вид настоящего пива. Да где же раньше такое было? А нигде не было. Потому что в заводах всего только год. Эксклюзивный поставщик самого свежего и самого ответственного пива это кафе Советский Союз. Здесь на Московской 5. И кстати, если кто-то хочет что-то свое, то никаких проблем можно принести. Хотя наши фирменные блюда они вообще неплохи, если что. А так вы знаете, сколько раз я убеждался, что людям в возрасте за 30 нечем делал заняться. и нигде. Либо вы пошли где-то, потратили большие деньги, либо не получили никакого удовольствия. А вот так, чтобы для вас персонально люди работали. И сегодня сейчас это здесь. Приезжаем на польский городок, трамвайная остановка Химчистка, сейчас это не Химчистка, здесь торговый центр семья. И заходим немножко вовнутрь. Здесь вот она вывеска. И здесь тот самый Советский Союз.